Чем я лучше действующего президента? Еще в августе задавал этот вопрос себе и многим Игорь Стрелков-Гиркин, военный террорист и преступник, и нашел много на него ответов и даже путь к этому лучшему президенту. Говорит, все, я решил, я иду. Он, правда, не совсем может идти, потому что Путин его и посадил как раз за решетку, но идет. Об этом и не только. Будем разговаривать прямо сейчас. Я Ирина Узлова, с вами Ольга Романова, глава благотворительного фонда «Руссидящая». Ольга, здравствуйте, рада вас видеть. Добрый день. Это был тизер, сейчас читаю два предложения и комментирую. Значит, Игорь Стрелков-Гиркин вполне оптимистически настроен и говорит, что он верит, что участие в выборах президента РФ принимать надо. Я никогда не участвовал в симулякрах, устраиваемых действующей властью, и все хорошо знают эту мою позицию, но сейчас идет тяжелая так называемая СВО, и шудлеры боятся уже самого факта попытки моего выдвижения. Мое выдвижение может нарушить их планы по проведению бутоворских выборов с заготовленными действующей властью мальчиками для битья и единственным уже заранее известным победителем. Поэтому, Ольга и наши зрители дорогие, видят в Стрелков-Гиркин смысл участия в этих выборах. Даже на этапе формирования инициативной группы по выдвижению кандидата и сбора подписей есть шанс заявить о точке сбора всех реальных патриотических сил общества. Именно этого шудлеры боятся прежде всего. В любом случае это гарантирует сбой в их тихом и комфортном болоте на планете розовых пони. Вот так, полон надежд, планов грандиозных. Игорь Стрелков-Гиркин пошел, пошел и идет в президенты. Каковы шансы у него? Боятся ли вот этого шудлера, которых он говорит? Кто эти шудлеры, которые боятся? И вот эти 10-15% турбопатриотов, они обрадовались, как полагаете? Ну, я думаю, для них это в любом случае какая-то такая движуха, их кандидат в конце концов. Но их кандидат остался очень недолго, поскольку следствие по делу Игоря Стрелкова-Гиркина закончено и передано в суд, в ближайшее время мы узнаем его приговор. И уж совершенно точно этот приговор будет оглашен до президентских выборов. И он отправится в места не столь отдаленные и по российскому закону потеряет всяческое право, как избираться и быть избранным, так, в общем-то, и голосовать на выборах. Так что песенка его уже спета. И, в общем, здесь можно только сказать о том, что он просто коррекул и хорошо. Ну, как нехудренно, хорошо, да? Развеселил нас на выходные дни. А чего он так поспешил? Может, надо было подождать хотя бы приговора? Или он, наоборот, думал, что вот это его великое выдвижение, оно может как-то что-то изменит? Я думаю, да. Он перепутал себя с Дональдом Трампом, который вот как тоже обвинен и, в общем-то, находится под действием разных самых статей, которые нисколько не мешают ему баллотироваться, потому что это американские законы, американская демократия, которую так не любит Игорь Гиркин и, видимо, его главный конкурент на выборах Владимир Путин. Это другая страна, другая совсем, как сказать, другая демократия. Другой строй. Да, это тоталитаризм и другие законы. Поэтому Игорь Гиркин в ближайшее время с ними столкнется. Видимо, ему мало было столкновения с законом международным уголовным, и теперь он получит столкновение с законом уголовным путинским и с избирательным путинским законом, который, конечно, не позволит ему сделать ничего из того, что он обещает сделать. Ольга, на днях до этого Дмитрий Песков пообщался со студентским телевидением ГИМО-360. Разные там, не новые, но забавные тоже фразы прозвучали. Одна из них, что следующий президент Российской Федерации должен быть таким же или, если не таким же, то иным, но таким же. Вот так он сказал. Что это вообще такое иным, но таким же? И это, может, уже подумывает Песков о жизни без Путина, хотя он так на него смотрел на этом форуме объединенных культур. Просто вот когда Путин о любви говорил, военный преступник и террорист, кровавый убийца, то Песков прямо так чуть за сердце не взялся. Думал, может, это ему адресовано, в принципе. Но что в эту фразу он вкладывал, как вы думаете? И вот, может, это такой кандидат Пескова, Игорь Гиркин, Стрелков? Мне кажется, что Песков вспомнил свою молодость и, не знаю, вспомнил какие-то старые песни о Гланом в своей молодости, потому что, когда Путин появился, я помню, была песня каких-то поющих трусов, там группа «Поющие трусы». «Хочу такого, как Путин, чтобы не пил, чтобы не бил, чтобы содержал, чтобы не убежал». Вот, видите, вот такого же он и хочет. Чтобы не бил, не получится, чтобы содержал, содержит. Вот, чтобы не убежал, нам бы всем хотелось, конечно. Да, хотелось бы. И в места тоже не столь одоленные, попали они все, там и каждый. А как думаете, в Кремле вообще эту новость восприняли? О Стрелкове Гиркине? Ну, мне кажется, пожали плечами. Пожали плечами, потому что сейчас многие выдвигаются в президенты, заявляют о том, что выдвигаются в президенты. Мне даже скинули в личку парочку портретов прелестных совершенно девушек либерального толка, которые заявили о том, что они тоже когда-то баллотируются в президенты. Ну, это такая девичья наивность, которой, как мне кажется, подвержен и девически наивный Гиркин. Он оказался такой нежной девушкой, хотя и полковник с усами. И пиджачок даже ему, глядите, надели, плакатик создали такой. В общем, подводя черту под ним, чтобы так много времени ему Шефирного не уделять, шансов у него нет? Нет, конечно, никаких шансов у него нет. А ни у кого нет, да? В институте изучения войны, такие они, как британская разведка, очевидно, но факт. И весьма вероятно. Говорят, что начали еще больше в России ущемлять информационное пространство и зачищать его, как раз готовясь к выборам, ну, там называют президентским, но мы называем выборы Путина. И говорят, что будут еще больше вот эти голоса критиков придавливать. Ну, и Путин сам, да, вот выступая на этом форуме, сказал, что голова нужна для того, чтобы думать странно, он же думает другим совершенно местом. И сказал, что не надо вот критиковать. А Песков говорил в этом интервью, что уехавшим критикам России, то им будет не по себе, если они вернутся, потому что надо же хвалить только Кремль, где бы ты ни был, по всей видимости. Насколько сильно они могут защищать вот этих кандидатов, даже пусть они бутафорные, просто действительно симуляция. И это будет только в информационном пространстве. Или мы увидим тоже и посадки еще очередные, ничего же всех не посадить. Или просто не допустят тех, кто реально мог бы создать какую-то конкуренцию даже к регистрации. Вообще, а есть вот какие-то реальные конкуренты? Я думаю, что конкуренты реальные могут быть, если Путин этого захочет. Если захочет какие-то его клевреты, если захочет его избирком. Панфилова буквально накануне была награждена, кажется, Орденом Дружбы. И если, например, все-таки он решит, что нужна для чего-то ему, хотя непонятно для чего, очередная рокировка, может возникнуть какой-нибудь Дмитрий Патрушев, какой-нибудь сын, в смысле старшего Патрушева, который сейчас занимается курами. И курами буквально занимается. Была недавно селектором на свече Путина. И показывали, первый раз в жизни я увидела, как выглядит министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который все время называют преемником. И он выглядит абсолютно... Который не умеет говорить, не умеет двигаться. Сзади него квохчат куры. И поскольку слухи о нем, о том, что он перебирается наркотиками, они как-то ходят впереди его презентации по видеонароду, с курами он выглядел не очень. В общем-то, не знаю, захочет Путин поставить его в рокировочке, будет этот куровод. Не захочет, будет Путин. Но в любом случае это Путин, Путин, Путин. Вряд ли он будет конкурентом, но, собственно, похожего на Путина, он такой же, в общем, не очень умный человек. Как раз подходит, берем, называется. Ну, понятно все. Чудо не случится. Здесь чудо не случилось, Ольга, и в том, что мы с вами тоже обсуждали протест жен мобилизованных, которые, нет, не против войны, а против того, что их верните наших мальчиков очень долго, их мужей, родственников и всех иных держат без ротации, в Москве отменили. Сказали, что эпидемиологическая ситуация не способствует никаким протестам, и не будет ничего. 25-го числа в Москве, но, по всей видимости, будет в других регионах, в некоторых даже разрешили, и там не собираются останавливаться на достигнутом. Что вам известно, возможно, вам о протестных настроениях вот этих жен? Может, они все-таки будут в каком-то другом формате пытаться выходить и в Москве, и в Петербурге, их там много. Насколько активно это может быть по регионам? Какая сейчас ситуация? Потому что, наконец, ноября, начало декабря они все это и планировали в чатах. Вы знаете, очень похоже на то, что это движение сейчас берет под контроль администрация президента. Точно так, как это было с матерями участников СВО. Солдатские матери и так далее. Там были матери такие наивные, наивные, протестные, которые как-то пытались свою точку зрения против мобилизации Путина протянуть, которые любили при этом какую-то Светлану Русь-Пиунову, там что-то такое, какие-то были звероящера, но тем не менее, тем не менее, это были неправильно, неконтролируемые матери, а к Путину пришли матери уже совершенно контролируемые, совершенно такие и во многом подставные. И здесь, мне кажется, происходит то же самое, что, в принципе, реальное движение, по крайней мере, то, что мы видим в этих чатах жен участников СВО, то есть реальное недовольство есть, реальное движение есть, и там до неприятия войны осталось, в общем, не так уж и много, и поэтому Кремль, администрация президента взяли это дело под свой контроль, и, конечно, будут же разрешены митинги, будут разрешены выступления этих самых жен мобилизованных, но в строго отведенных рамках. За то, чтобы были теплые носочки, за то, чтобы были теплые варежки, чтобы был куриный бульончик, чтобы лучше воевали. Вот за это, конечно, митинги будут. Понятно. То есть никакого более массового протестного движения ожидать не приходится, как мы и прогнозировали. Собственно, он будет, он начинается, но их сейчас очень быстро припугнут, и они рассосутся, заткнутся. Пугают еще мигрантов и вылавливают на территории Российской Федерации. Наши коллеги подметили, что российские военкоры сами это выкладывают и в российских чатах, как уже просто именуемые себя дружинниками. Такие братки ходят в балаклавах по рынке с названием, что не помогают российской полиции, они ищут нелегалов, мигрантов и тех, кто должен встать на учет, получив вот этот российский паспорт. Что происходит? Насколько активно это может быть? Насколько законно это вообще? Что это за дружинники? Это есть такое движение какое-то официальное? Нет, то о законности говорить в России это вообще не приходится. Были движения всякие разные. Главное движение, национально-освободительное движение, так называемое НОД, которые как-то вообще тоже позволяют себе отлавливать там все, что угодно. Они же громят, допустим, мемориалы на Ненцовском мосту и пикетируют посольство и так далее. Все, что с этим связано, очень многие ответвления, они очень приветствуются, хотя все это, конечно, незаконно, но это все социально близко и одобряемо. И продолжаются уже полицейские облавы, реальные, по субботам в мечетях. В субботу был очередной рейд с очередным отлавливанием мигрантов. Я одного не понимаю, зачем мигранты, при всем притом продолжают ехать в Россию. Вот, я только хотел сказать, а приостановился ли или уменьшился поток мигрантов в Россию, но уже понимаю, что нет. Нет, он не приостановился. И, конечно, я так думаю, что мы с вами видели украинофобию, продолжаем видеть. Мы с вами видели антисемитизм в России и продолжаем видеть. Мы с вами видим гомофобию и продолжаем видеть. И Путин назвал сейчас трансгердных людей трансформерами. Да, очень смешно, очень весело. И г-г-г, наверное, подхватило полстраны. И вот рядом с этими фобиями, конечно, сейчас должна возникнуть еще и фобия на мусульман, на приезжих, фобия на кавказцев, на мусульман. Особенно при одобрении Путина сейчас строительства мечетей имени Рамзана Кадырова. Я думаю, сейчас с вами увидим еще, вот уже подбирается на мусульманские фобии. Еще одна фобия. И почему же мы говорим в законе работает? Работает. Вот 30-го числа суд рассмотрит законопроект о признании международного движения ЛГБТ экстремистами. Это уже, кстати, не первое такое целое явление в Российской Федерации, насколько я тут посчитала, когда запрещают под понятием движения, что-то развязывает дополнительные руки властями, мол, любят такое как раз в Кремле, вот так запрещают каким-то движением. В разных годах находили движение, признавали их экстремистскими. Действительно ли есть такая тенденция, Ольга? И вот, а что же экстремистского в ЛГБТ и к чему это приведет? Насколько потом даже пропаганда же ведь уже запрещена, а мы помним, да, насколько даже тем, кто будет не осуждать или просто молчать, им тоже что-то могут переписывать, впаивать и тому подобное. Ну, конечно, очень забавно, что способ любви и полового влечения назван Верховным судом организации и движения. Нет, ребят, вот это вот, это не организация, это половая жизнь, это влечение, это вот когда женщина с мужчиной, мужчина с женщиной, две женщины и один мужчина, две мужчины и одна женщина, мужчина и мужчина, женщина и женщина, это половая жизнь, а не международная организация, это влечение, иначе еще называемая любовью, она принимает разные сферы. Любовь не есть международная организация или международное движение, хотя, конечно, ну, можно и так сказать, но просто любовь нельзя запретить, еще никому это не удавалось. еще немножко, и мне кажется, что появится в России другое движение воспета Аристофаном в известном произведении Лисистрата. Скоро просто, например, Володину перестанут давать, например. Международные движения перестанут ему давать. Ну да, ему там дают же тоже разные виды любви. По крайней мере, Марк Фихин, правозащитник и адвокат, который близко знаком с многим вот этим сектором, желающих запретить движение, говорит, что у них тоже разные движения там у многих. Да, у многих разные движения, но движения бывают вперед, бывают назад, бывают вдоль, бывают поперек. Всякие движения, да, посмотрите на кутру, там все описано. Да, 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 более тоже надо назвать, наверное, экстремистской книжкой запретить. Ну, думаю, доберутся, забыли пока, сильно много здесь. А действительно, сколько вы думаете, будут их вылавливать? Ну, например, издание СОТО пообщалось с представителями ЛГБТ-сообщества в Российской Федерации, в некоторых из клубов. И насколько вот будут такие обвалы на клубы? Может, их тоже будут забирать и отправлять на фронт? Какие возможны, если этот СОТО признает этот закон соответствующим законодательству, которого нет в Российской Федерации? Насколько это чревато и какими последствиями? Ну, у нас был уже такой закон, он действует и сейчас. Он, конечно, рассчитан на менее узкую группу населения, но все равно довольно многочисленную, запретит движение АУЕ. Здесь тоже, в общем, никакой организации АУЕ не существует. АУЕ – это клич. Тюремный клич. Арестантский уклад един. Это просто клич. Больше как «Ура». Вот такого рода клич. Когда здравствует Первомай. Это не организация. Это вот такой вот пароль, отзыв. Тем не менее, считается, что этот клич АУЕ так себя опознают блатные, которые как-то так вот в тюрьме или стремящиеся к блатной жизни. И довольно сложно привлечь за это. Тем не менее, привлекают. За татуировки привлекают по этому закону. Тем не менее, если посмотреть, например, на Путина, то вот уж кто принадлежит к АУЕ. Он говорит на блатном языке. Он говорит на фене. С удовольствием ее использует. Вот кто пропагандирует АУЕ. Вот же. Поэтому, что называется, врагам закон, а друзьям все остальное. Друзьям все. Поэтому давайте посмотрим на Володина, который мы знаем прекрасно, что он относится, выражаясь языком Верховного Суда к международному движению ЛГБТ и ко многим другим из путинского окружения, депутатам и сенаторам и так далее и того подобное. С ними, конечно, ничего не случится. Я думаю, что это прежде всего имеет отношение... А, ничего не случится с Антоном Красовским, который давным-давно сделал камин-аут, и все знают, что Антон Красовский принадлежит... Опять же, цитирую Верховный Суд к международному движению ЛГБТ, хотя он просто гей, да. Хотя хочется сказать про Красовского другое слово, разумеется. Но... Все поняли. Да. Вот к таким людям никто не будет этот закон применять. А к сообществу, которое занимается защитой прав сексуальных меньшинств, защитой прав, здесь ключевое слово, именно защитой прав, будут применять абсолютно все репрессивные меры. Ну, классика. Ну, просто классика, уже неудобно говорить. Уже разгромили. Антисемитизм был. Антимусульманские настроения начинаются. Украинофобия есть. Дегенеративное искусство уже есть. ЛГБТ уже преследуют. Неправильную веру уже преследуют. Сматрихи с Буттахрир и особенно свидетели Яговы. Ну, уже все. Уже все закасплеили за Третьим Рейхом. Что еще? Ответа нет на этот вопрос, да. Дна нет, там дна нет. Я свободнее, чем вы, сказала Саша Скочеленко, которую приговорили к семи годам колонии просто за то, что ценники она переклеивала в магазинах с правдой о войне в Украине. Бабку там какую-то, да, если мне память 72-летнюю не понравилась ей реальность. Бабка пожаловалась, и донос написала, но в стране доносов. Семь лет. Ольга, что мы должны в этом понимать, учитывая еще и состояние здоровья Саши, насколько это критический для нее сейчас приговор, и какие условия ужасные, насколько ужасные могут быть в содержании ее уже за стражей? Дело в том, что Саша Скочеленко политическая, поэтому условия не будут особенные, то есть особо плохие в любом случае. В врачебной помощи мы можем не дождаться, и недаром уже больше 180 врачей на сегодняшний день подписали петицию об освобождении Саши Скочеленко. Я уверена, что петициями здесь дело не поможешь, а то, что в любом случае Саша Скочеленко молодая художница, которая жила вместе со своей подругой Соней, которой я успела переклеить четыре ценника, и на них была написана правда о войне. На, собственно, март прошлого года она писала об убитых, в том числе об убитых, о потерях российских солдат, в том числе о потерях с двух сторон. И 76-летняя ее зовут Галина Павлова, решила, что вот она достойна всяческого наказания. Сейчас она ходит и говорит, что надо было ее выпороть, тебя бы выпороть, да? Это уже не поможет. Да, вот семь лет, конечно, не только на ее руках беда и общее горе очень многих людей, например, и все, Саша Скочеленко, которая обречена просто на муки, и так уж получилось, так уж получается, так получается всегда, так получается у человечества, так получается у всего мира, что жертвуют собой очень многие, а вот символом становятся немногие. Вот Саша Скочеленко, безусловно, стала, становится, собственно, уже есть символом безумного, бездумного, бессердечного, безжалостного преследования людей за то, что они хотят прекращения войны, за то, что они в ужасе от агрессии России по отношению к Украине, молодая девушка, петербурженка, художница, больная, очень стойкая и мужественно держалась во время суда, с потрясающими словами в суде, девушка, которую зачем-то, почему-то, да, не пускали в туалет во время суда, которую не кормили, не давали воды, вот такая показательная, показательная, ничем не оправданная жестокость, вот я уверена, что ни Саша Скочеленка, ни ее девушка Соня, ни мама Саши Скочеленка не хотели, чтобы Саша Скочеленка получился символ, но он получился. Учитывая, насколько сильно и сколько всего клал Путин со своего кремлевского стульчика на международное право, законные правила, я так понимаю, что никакие международные организации, международные призывы ничего здесь не могут поменять, как и внутреннее давление тех, кто настроен антипутинский, тех, кто действительно правозащитником, если таких, наверное, осталось единицы в России, если вообще остались, Ольга, вы точно знаете. Да, увы, увы, здесь ничего не сделать, и сейчас, когда очень многие обижаются на адвокатов, обижаются на правозащитников, что вы не можете оказать помощи, вы не можете вытащить человека из тюрьмы, нет, не можем, не можем, это невозможно. Адвокаты оказывают сейчас палеотивную помощь, они сами об этом и говорят, только палеотивная помощь, не работает закон, не работает право в России, и наивно думать, что воззванием к праву, к юриспруденции, к международному праву можно здесь кому-то помочь. Нет, здесь можно помочь, только поставляя Украине танки и снаряды, чего, к сожалению, как мы с вами знаем, западное общество не делает. Да, еще бы неплохо было истребители, дальнобойные ракеты на 300 километров, желательно бы в году в прошлом, а не через 10. Ну, благодарны за то, что есть, ждем, что будет дальше. Зато есть другие законы, работают. Один из самых известных и опасных киллеров 90-х, Александр Пустовалов, он же, Саша Солдат, вышел на волю уже из колонии строгого режима, мне припоминается, где-то месяц назад тоже рассказывала, что ему амнистию подписали, и вот, ему три раза приговоры выносили, 18 убийств доказали, потом еще всего подозревался в трех десятках убийствах. Саша Солдат вышел, а может ему закажут Путину, Ольга? Ну, вот кто-то захочет, заплачет, заплатит и заплачет потом. И Сашу, и Сашу Солдата закажут российского диктатора. Или это невозможный сценарий? Есть еще Леша Солдат. Точно такой же, только Леша Солдат, он черстобитов. Их два солдата, то есть, тоже пожизненное. Скоро выйдет. что он на СП, хотя я не знаю. Конечно, конечно, будут выпускать и выпускают сейчас социально близких. И мне на самом деле, я пока не могу объяснить ничем, почему действительно забирают, мобилизуют без ротации, почему контракты подписываются минимум на полтора года, и почему заключенные оказываются через полгода на свободе после СВО, почему массово заключенные стали оказываться на свободе. я не знаю, здесь есть какая-то явно глубокая мысль. Зачем? Чтобы россияне, глядя на разгул, разгул зэков, совершенно неисправившихся с ПТСР, постпенцициарным, с ПТСР военным, чтобы россияне бежали от них куда? Да, на войну, потому что там безопасней. Я не знаю, где здесь такая большая и глубокая задумка. Мне это совершенно непонятно, но очень интересно, конечно, за всем это наблюдать. Да, потом оно еще все, если будет отправлено на фронт, например, оно же возвращается и тоже не останется просто так незамеченным и будет совершать. Мы же видим, что делают вагнеровцы. Да, и теперь уже речь идет не о вагнеровцах. Вот последние громкие убийцы, они уже вышли на свободу не из Вагнера, а из Министерства обороны. И уже они делают вещи страшные, да? Да, да, да. Ну, вот так, но это тоже такой формат возвращения войны, развязанным Путиным, на его же территорию. Пусть думают они, если им еще остается время думать. Ольга, спасибо вам огромное за этот разговор, и не только, спасибо за вашу работу и позицию, что для нас находите время до следующей недели. До следующей недели, до свидания. До свидания. Ольга Романова, глава благотворительного фонда «Руссидящая», была с ней я, Ирина Узлова. Спасибо, друзья, что вы к нам приходите, смотрите, пишите, комментируете. Мы очень благодарим и ценим каждого. Приходите к нам еще, пишите также свои комментарии касательно того, что вы думаете по поводу тех тем, которые мы обсудили, да и вообще, если вам просто хочется поговорить, придем, ответим. Приходите к нам еще, ставьте лайк этому разговору, чтобы как можно больше людей его увидели для вас. Сработала, напомню, я, Ирина Узлова. Поберегите себя, верьте вооруженные силы Украины, победим. Продолжение следует...